Телерадиоканал Телерадиоканал Клипа И на которую уже вот-вот-вот-вот Собираетесь снимать клип Да, да, абсолютно То есть песня уже вышла И сейчас вот мы готовимся Как раз-таки к съемкам клипа Просто мы там как раз ищем Несколько там режиссеров Мы смотрели И пока не вот прямо нужно Что-то такое прикольное вот сделать Вроде что-то простое Но в то же время Как-то такое стильно И в атмосфере песни И вот мы сейчас в поисках И я думаю, что буквально Что буквально в ближайшее время Мы уже точно определимся И начнем уже съемки Слушайте, давайте Извини, я перебью тебя Давайте напомним всем кто не знает, кто подключился. Сегодня премьера песни, которая называется «Из окон». Название-то еще не прозвучало. Это мы просто за эфиром говорили, поэтому считаем, что мы все уже сказали. Не все еще все знают. Слушай, потрясающие песни. Я хочу тебе в очередной раз сказать, что действительно удивительная вещь. Я слышал это от многих людей. Мало того, слышал от людей, которые, знаешь, что говорили об этой песне. Говорят, блин, я же такую музыку не слушаю. И это вообще не мое, но почему? Я не могу... Что со мной происходит? Я начал ее слушать. Я вообще считаю, что это очень важно, когда ты пишешь просто хорошую песню, неважно в каком стиле, и люди, которые даже не слушают какой-то стиль, они все равно слушают, потому что это прикольная просто песня. Это очень сложная задача, но, мне кажется, здесь она получилась. Я в этот раз буду нескромным, потому что я не люблю свои песни, на самом деле. Ну, как не люблю, то есть, ну, так как-то... То это мне очень нравится, я прям я сам ее дома гоняю, и прямо считаю, что очень красно. Слушай, но у тебя есть полное основание быть нескромным. Да. Да. Сейчас, да. На 100%. С такой песней, да. Слушай, я знаю, что вообще совершенно интересная и потрясающая история этой песни, то есть ты ее записал сначала как сольник, да? Да, да, я ее записал. Точнее, я ее даже не записал, мы делали в Момитрольбаре концерт, и эту песню мы просто презентовали на концерте, то есть еще не было ее в студийке. И уже на концерте она как-то так прям зашла, и все спрашивали, а что за песня была, что за песня была. И я решил ее потом, ну, естественно, записать на студии, но почему-то мне показалось, что она классно зайдет в дуэте, и тем более, вот я знаю Рэм Дигу очень давно уже, и это мой любимый рэп-артист, и мне показалось, что именно эта песня будет совместно с ним очень здорово смотреться, тем более мы хотели еще как-то давно сделать какую-то совместную песню, и как-то оно так все получилось. Я ему присылал, ему очень понравилось, и он там с удовольствием сделал куплет, и все, и как-то оно так... Ну вот такой момент... Очень все быстро, достаточно легко, все просто, без проблем. Ты сразу знал, что это будет Рэм Дига, других вариантов не рассматривай. Ну, он прям сюда... Он сюда подходит, я даже никого не думал, и именно в этой песне, ну, точно, это прям эта песня для нашего дуэта, прям 100%. Андрей, скажи, пожалуйста, ну, все равно, что все музыканты думают о предстоящем успехе, да, о том, что выстрелят или нет, да, ну, ну, всегда же такие мысли есть. А тебе не хотелось сделать эту песню? Ты не боялся того, что медленная песня здесь всегда сложнее, да? Я боялся, да? Проще сделать там 120 бипем и прямой бочкой, и все дела. Ну, типа, да, то есть, но... Но, с другой стороны, я учитываю на сегодняшнюю популярность там направления клауд-трэпа и так далее, то есть, мне почему-то показалось, что она как раз будет ко времени, и это уже как-то... Особенно после песни Rockstar, там, Postmelon, допустим, как-то уже, ну, хит такой, типа, как-то уже все привыкли, что медленная песня может быть хитовой. И как-то мне кажется, что она вот прям нормальная. И мы даже не хотим никаких там ремиксов, ничего вот этого, все, она как вот так есть, вот так есть. Ну, а там, если от вас не зависит, грубо говоря, будут делать диджей ремиксы? Да, может, даже и вообще не нужно сюда. Не разрешаешь? А мне кажется, их даже и не сделают здесь. Она такая, ну, мне кажется, это будет как-то странно. Слушай, а по поводу клипа, мы же телерадиоканал. Да. Мы сегодня послушаем песню, а хотелось бы еще про... Мы сегодня же послушаем лирик. Да, 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 конечно. Ну, а по поводу полноценного клипа, когда примерно можно ждать людям? Да вот, ну, вообще, ну, как можно, ну, максимально быстро нужно это сделать. Не знаю, ну, там, конечно, от нас не совсем зависит там все. Я думаю, что, ну, наверное, в марте же, но в конце, я думаю, должно. В конце марта? Слушай, тут рукой подать. Это рядом совсем. Слушай, еще я вот просто хочу тебя спросить. Вот на сам текст, на музыку, то есть там же все твое от начала до конца, и аранжировка, все, вот каждая капелька, это все твое творчество, которое так филигранно сложилось. Да. Какой-то момент произошел, я не знаю, что-то в голове щелкнуло, посмотрел на небо и тебя осенило. Это вдохновение откуда пришло? Ну, на самом деле, вот давно, еще там, когда у нас была старая рэп-группа, у нас была песня «Окна», очень хитовая песня, одна из самых хитовых песен. Это как «Окна-2» получается, то есть, ну, ну, где-то немножко опять тоже настроение, которое тогда я поймал, когда ты смотришь в окна, видишь вот эти вот там спальный район, окна, да, вот дома, вот, ну, горят огни, и как-то вот это мне опять, меня это вдохновило, и вот какая-то пошла опять тема. То есть «Окна-2» получается. Слушайте, ну, я думаю, что уже можно как-то потихонечку переходить к просмотру «Лирик-видео». Да, ну, вот нам говорят, что мы можем прямо сейчас все это сделать. Андрей, давай ты сам как-то объяви, потому что это же твое творение, твое дичь. Да, ну, в общем, сейчас мы посмотрим «Лирик-видео» на трек «Окна». Хороший, кстати, очень прикольный «Лирик-видео», но, естественно, все ждем клипа. То есть, ну, как бы, «Лирик» тоже круто, конечно. Итак, друзья, давайте смотреть и слушать «Звонки Рэм Дига из окон» прямо сейчас на телерадио-канале «Страна-ФМ». Всем доброе утро. Да, смотрите, слушайте, премьера у нас. Глядя на город из окон Кажется, он таким далеким Когда ты убьешь меня толком Синтезируя мой рай, мой рай, мой рай, мой рай Воскреси нас, Анатель Ты мой ангел, воплоти, кстати И мне этого вполне хватит Закрылая глаза сияет Вместо тысячи дней Мы в темноте, в холоде звезд упали вниз Ленься, чем дым, не спокоя очей Стали ничьи Выключив свет, тимик и лиц Город вами дышал Нас выпил до дна, купая нас под осенним дождем На этажах, письмочный режим Вот это жизнь Счастливый билет, купив на последний кэш Оставили только надежд, надежду Глядя на город из рук Кажется он таким далеким Когда ты убьешь меня только Синтезируя мой рай, мой рай, мой рай, мой рай Воскреси на заплате Ты мой ангел, воплоти, кстати И мне этого вполне хватит Закрывай глаза, сияй-яй-яй-яй И мы снова на вираже, без ума и граша Пьяный наша, пусть в двери кто-то стучит Чужой персонаж, слепая душа Мы где-то на этаже Средь сплетен и шва, аббросюровый шарм Ты мой яркий пожар, язык и душа Я хочу не мешать В час, когда спит озетка Воспламени меня током, детка Ведь холодно так в клетках Бетон и холодно так в клетках Обнимай меня крепко, крепко Глядя на город из окон Кажется он таким далеким Когда ты убьешь меня только Синтезируя мой рай, мой рай, мой рай, мой рай Воскреси на западе Ты мой ангел, воплоти, кстати И мне этого вполне хватит Закрывай глаза, сияй-яй-яй-яй Закрывай глаза, сияй-яй-яй-яй-яй-яй Глядя на город из окон Кажется он таким далеким Когда ты убьешь меня только Синтезируя мой рай, мой рай Воскреси на западе Ты мой ангел, воплоти, кстати И мне этого вполне хватит Закрывай глаза, сияй-яй-яй-яй Причем эта песня, она как-то одинаково Мне кажется, она и мужская И женская, и как-то вот даже Возраста нет, на который она рассчитана Я думаю, что да От нее однозначно впадаешь в зависимость От нее уже Один раз послушай, не, еще раз сейчас Это здорово, на самом деле Какая-то вот творческая искрогения Мне кажется, все-таки блеснула В момент самого создания То есть вот ты расскажи Бывает так, что люди собираются в студии Вроде как бы друзья, единомышленники Но начинают спорить, что-то у них не идет процесс А у вас-то как? Ну, ребята, Андрюш, можно секундочку Я прям прерву, я просто хотел сказать Андрей Звонкий у нас в гостях Это во-первых Во-вторых, друзья, если у вас есть вопросы Посвященные я, ну почему нет Посвященные Андрею Пожалуйста, у нас есть вайберы и ватсап Плюс 7909-928-189-9 И специальная группа ВКонтакте Там есть пост с фотографией Звонкого Вы по ней легко найдете, собственно, весь материал Все, прошу прощения Теперь тебе слово Что касается творческого создания именно песни Вот здесь, конечно, заслуга Ну, ни одного меня, конечно же То есть я обычно всегда 100% отвечаю за звучание То есть сведение, все, да А вот по поводу создания У нас получается так, что всегда То есть каждый человек, который участвует Привносит свою лепту какую-то Вот, например, в этой песне, например Там была изначально моя идея мелодии гармонии Потом мы работаем вместе с Сережей Курицем Таким вот такой аранжировщик классный То есть он привносит свою лепту какую-то То есть там с точки зрения оформления какого-то, да Дополнительного Потом Володя Крылов, который там играл гитарную партию Он тоже привносит свою лепту Там в создании каких-то рифов И обыгрышей в припевах И саксофон, вот Тима Хазанов Вот мой старый друг, классный саксофонист Он, соответственно, приехал и сыграл соло И, ну, как всегда круто Оно все в тему То есть и, в общем-то, по сути, каждая песня Это, наверное, какое-то коллективное все-таки создание Вот, и каждый вносит свою творческую какую-то фишку И в итоге оно все склевается Вот, и вот Слушай, я вот сейчас вспомнила просто В данном случае тоже Да Факт из твоей биографии Не знаю, Кутузов, ты знаешь Нет, что вообще Андрей начинал как барабанщик в джазовой группе Ну, да, да Да, то есть, понимаешь, у него вот как бы такой симбиоз А ты закончил ударный? Нет, закончил по ударному А нет желания сейчас вот взять присесть за установку? Поиграю так иногда Где-нибудь там на репетициях Сажусь, играю, да, вполне А дома? Не так круто, как... Нет, дома нет уже Уже хватит пугать соседей Я уже когда учился У меня уже там были конфликты по этому поводу Поэтому я говорю, ну, ребят, дайте мне доучиться Сейчас у меня последний вот экзамен я сдам И все, я от вас отстану Слушайте, ну, бедные соседи, на самом деле Это же вообще невозможно Да, я там, конечно, все это там накрывал-закрывал Но как-то там все равно, когда была подготовка Все равно как-то где-то там что-то там где-то Ксилофончик дома В общем, ну, такая тема Возвращаясь к песне, к песне из окон Да, хочу сказать, что вот саксофон Это реально круто получилось В первых, это неожиданно как-то, да? Потому что, ну, в такой музыке Он, как бы, не так часто используется Ну, вот, Игорь, я вот услышал этот момент Мне понравилось сочетание саксофона с такой музыкой Что, в общем-то, тоже, ну, даже как-то для меня было неожиданностью Вот, и как-то оно, в общем, все А потом многие же не изморачиваются Берут сэмплы, и хорошо Да, да, но я не любитель Живые инструменты, да Ну, естественно Слушай, знаешь, какой момент еще? А вот ты все-таки автор песен, да? Вот все изначально С тебя началось, с тобой закончилась твоя аранжировка Не было такого, ну, не диктатуры Но все равно ты бы там говорил Я автор, я так вижу Или все-таки ты полную творческую свободу Ну, скажем так Есть какое-то общее Когда все вокруг люди, в принципе, мыслят в одном направлении То сразу становится понятно, что это хорошо, а это плохо Ну, как бы сразу это очевидно, допустим Что мы что-то делаем Мы понимаем, что нет, мы идем не туда, и это все видят сразу Вот И в этом самом это, в общем-то, и прелесть Когда если кто-то видит по-другому Тогда, наверное, с этим человеком не получится сделать команду И в данном случае сразу понятно направление То есть мы сразу, когда ты уже пишешь То сразу понимаешь, чего ты хочешь увидеть на выходе И все к этому стремятся, вот и все И поэтому оно как-то все сразу легко Слушай, а бывает вот Ты вот Я по продолжению вот этого вопроса У тебя не бывает такого, когда ты вот делаешь песню Она почти готова, да? Ну, такая хорошая демка, скажем, да? И ты начинаешь там показывать своим знакомым, друзьям Типа, как, что получилось И вообще они говорят, там, старичок, хорошо или там Ну, нет, что-то не очень Да, я покажу, но не так сильно этот факт Потому что все-таки мне кажется, что Есть там вот все-таки Именно те, кто создает Вот там несколько человек Они как-то основные Ну, то есть вот если им нравится То, скорее всего Скорее всего получилось Скорее всего получилось, да Вот, наверное, так То есть я так не сильно там Я знаю, что многие там закидывают Там 10-15 человек каких-то там своих друзей И каждый говорит, ну, я бы здесь, мне не нравится Я бы тут текст У меня такого нет Слушай, есть еще технологии Не буду говорить, кто так делает Одна большая корпорация Ну, это нормально, на самом деле Которая делает аранжировки под присмотром Музыкального менеджмента Радиостанций и телеканалов Ой! Не, ну, я знаю такую практику, да Но почему-то Прежде всего, главное, чтобы нам нравилось Если нам это не нравится изначально То, скорее всего, это потом Как раз самобытность Та, которую нельзя растерять В этом фишка, да Слушайте, ну, вот полным ходом же идет работа Не только вот над этой песеной Из окон, да, которая сейчас завершилась Альбом Да И она войдет в новый альбом, да? Да, 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 конечно Но я планирую к лету альбом То есть как-то это будет, я думаю, июнь И может быть июль, там, не знаю, вот так Сколько там будет песен? Какие быстрые? Какие времени? Да я не знаю, мне сложно сказать, потому что Хорошо, что уже написано? Я уже сделал несколько песен Но, скорее всего, я их в альбом не буду вставлять И буду делать новые песни Подожди, вот для обычного слушателя Сейчас у него вот с мозгом произошло нехорошее Написал хорошие песни музыкант Любимый Да нехорошие, да, вот так Поплохие, но не знаю Слушай, а есть кто-то, кто спасает тебя от самокритики? Вот когда ты начинаешь, что вот это вот не очень Сроки, дедлайны И вот это самое Лечит Это они лечат Вот сейчас вот мне поставят дедлайн на нашей компании Что вот нам нужен альбом, все, уже хватит, давай И мне придется уже жить в этом дедлайне Может быть, злиться где-то, с чем-то там, не знаю, мириться Вот, но Самое главное, что если есть временной ответы То, допустим, ты сегодня написал песню, ты ее сделал вроде там А через месяц ты послушал, думал, а можно было сделать лучше И ты ее так развиваешь, и все, и делаешь новую песню Или ты дорабатываешь, или переделаешь Или перепеваешь Ну, слушай, Андрей, а ты хочешь же использовать вот успех вот этой песни В новом альбоме для того, чтобы сделать какие-то песни, ну, похожие на нее? Вот в этом-то фишка Вот нарулился из какой-то определенный стиль И опять же думаешь, о, это же круто получилось То есть, и эта песня поведет с собой еще, возможно, каких-то песен, правильно? А потом какая-то еще фишка придет, и уже думаешь А вот те песни, которые были, они уже вообще неинтересные А вот тоже новая фишка нарулилась Вот так все происходит Ну, вот, не знаю, у меня, по крайней мере Но я уже с этим сейчас борюсь Я борюсь с этим Слава богу, что все Я еще раньше по сведению, по звучанию еще очень сильно переживал Потому что когда, уже даже когда Это бывает на радио отдашь, а потом думаешь А может быть, позвонить на радио, отозвать А вот сейчас я там подсвел Ну, это как звукорежиссеры говорят Нельзя остановиться, сводить Может, только закончить Да, вот эта вот история Нужно, на самом деле, нужно отпустить И вот, кстати, как раз по сведению Я отправляю песню Если она, ну, как-то нравится людям То, скорее всего, оно все правильно, психологически все свелось То есть, ей уже нет смысла переделывать Потому что раньше я все время тоже пытался улучшить Слушай, просто знаю, что ты все делаешь отлично Все изумительно Слушай, очень круто, но у нас осталось 20 секунд Вот так вот незаметно, очень быстро все пролетело Андрей Звонкий, друзья, у нас был в гостях Андрей, большое тебе спасибо Вам спасибо Успехов в том клипа Песня еще раз крутейшая Большой привет от всех моих знакомых друзей Которые уже послушали И которые еще послушают Продолжая в том же духе, мы будем ждать нового альбома И приходи к нам, когда поется клип обязательно Ну, естественно Большой привет от allk